Друзья, всем привет! Меня зовут Князев Стас и специально для Федерации спортивных единоборств я подснял небольшой разговор с очень интересным человеком, которого зовут Антон Федунов. Он является молодежным тренером по джиу-джитсу для возрастов от 12 до 14 или до 16 лет. Не помню, ну короче, в ролике он сам расскажет. Вон он, кстати, сидит. Я сейчас в процессе монтажа, как обычно, а это не обращайте внимания. Друзья, меня позвали поиграть в классную игру, страйкбол. Говорили, будет весело. Ну, собственно, вот и результат. Короче, интервью получилось очень классным. А если досмотрите до конца, то и услышите очень веселую историю с одного из турниров Германии, которую рассказал мне Антон. Коротко еще расскажу, для чего приезжал, собственно, Антон, потому что в разговоре этого непонятно. Он приехал для того, чтобы ребят, которые работают судьями на разных соревнованиях, дать дополнительные знания, разобрать какие-то тонкости в судействе, спорные позиции, которые возникают на каких-то разных соревнованиях, потому что у Антона огромный опыт, я так понимаю, судейства разных турниров мирового уровня, насколько я понял из разговоров с ним. Вот, так что интересный человек, особенно из нашей сферы, сферы джиу-джитсу. Так что садимся, наливаем чаек и знакомимся с Антоном. Приятного просмотра! А если я из части 2 пытаюсь выбраться, то он меня затягивает, пытается побороться, а я там разрываю, пошел трат. Итак, это Антон Федунов. Антон, спасибо, что к нам приехал, заехал. Спасибо вам за приглашение. Да, давай для того, чтобы люди поняли, кто ты такой, расскажи сам о себе вообще немножечко. Я старший тренер сборной Московской области по джиу-джитсу, возраст до 16 и 14 лет. Слушай, Антон, наверное, один из самых главных вопросов, как вообще, по твоему взгляду, потому что ты крутишься в тусовке, видишь, что происходит, как изменилось джиу-джитсу, как оно развилось за последние вот 5 лет? Очень сильно сейчас развитие. Последний вот сейчас прошел первенство России в Конаково до 16, до 21 года. И, во-первых, количество спортсменов увеличилось, да, весовой категории, то есть по детям до 16 лет среди девочек было весе 15-20 человек весе, у пацанов 40 человек весе. И помимо количества было очень именно качество. То есть не было проходных таких встреч, не было таких, скажем, новичков, когда раньше привозили, затыкали, скажем, дырки, да, в своих весовых категориях. И сейчас, ну, очень сильные веса, там порядка 8 человек можно, да, насчитать там, кто такие топовые спортсмены могли стать первыми или в призыв войти. Слушай, ну у нас же в России до сих пор же есть какое-то стереотипное мышление, что джиу-джитсу, ну вообще отношение к нему, оно как фитнес, как типа называют. У нас есть самбо, дзюдо и все. Почему такое отношение и что вообще делать? Нет, сейчас я думаю, что уже такого нет, сейчас очень много именно открывается клубов, секций именно там бразильского джиу-джитсу, да, там спортивного джиу-джитсу, да, там, ну тоже Неваза, вот, где ребята могут выступать на официальных соревнованиях. Ну, то есть по БЖЖ, понятно, да, много разных организаций хороших, да, там ACB проводит очень-очень хорошие турниры, там AGP, да, там, где ребята могут бороться, набираться опытом. А в спортивном джиу-джитсу, раздел Неваза, да, по сути та же самая борьба, но только уже именно где ребята могут бороться, там, выполнять спортивные нормативы. А ты сказал, что ты с Федерацией Московской области связан, а что делает Федерация Московской области вообще для развития джиу-джитсу? Я слышал, что будет то ли турнир какой-то, что вообще происходит сейчас? Да, Федерация одна, у нас Московская область одна, это Федерация такая, да, сильнейших, не побоюсь слова это сказать, потому что мы входим всегда в топ, да, именно команд, которые показывают первое место мы занимаем на первенствах России, среди всех команд, да, там, Москвы. Ну, в России вообще, в мире, в сборной России, она также лидирующие места, в первые места мы всегда в команды занимаем, там, ну, конкуренцию нам создают только спортсмены, да, из ОАЭ, арабы, да, там, ну, они только выступают только в одном разделе Неваза, вот, а так, ну, много, конечно, есть там топовых команд, там, Германия, Франция, там, Италия, ну, всегда мы первое место занимаем. И мы плавно сейчас подошли, ты сказал, по Невазу... Да, давай сейчас я сначала про Московскую область скажу, команду, да, именно Федерацию Московской области, мы первые места занимаем на первенствах России, и проводится у нас очень много турниров в Московской области, да, там, в Апрельевке проводим турниры, в городе Куровское у себя я провожу турниры, и сейчас вот у нас впереди турнир будет проводиться Кубок Московской области открытый, где могут любые спортсмены с любых других организаций, клубов, да, приехать на наш турнир, вот, а регистрация, онлайн-регистрация, где спортсмены могут уже заранее там оплатить, да, попасть в сетку и видеть, сколько количественный состав, вот, этот турнир пойдет 1-2 апреля, вот, в городе Апрелевка, вот, так что, да, так что всех приглашаю на турнир, я думаю, будет, слушай, а это своими силами все, или это при какой-то господдержке идет, вообще государство как-то помогает, поддерживает? Да, это сейчас турнир будет, ну, я могу, конечно, сейчас ошибаться, но, по-моему, этот сейчас турнир вот идет именно в Министерство спорта Московской области, поддержка. Появилось, что, ну, государство пришло поддерживать джиу-джитсу. Классно, и тут мы подошли к самому интересному, есть бразильское джиу-джитсу, есть спортивное джиу-джитсу, и многие люди до сих пор, в этом зале, кто-то вообще в других зале сказал, что он на самбо ходит сюда, вот, а объясни разницу. Разница? Вот простому человеку, который недавно начал, или который занимается уже давно, но он не понимает разницу, в чем разница? Я понял, бразильское джиу-джитсу, в принципе, оно ничем не отличается, да, там, от спортивного джиу-джитсу, потому что разделный ваза, это точно такие же правила, борьба, там, все технические действия, вот, просто единственное отличие, это вид спорта. Спортивное джиу-джитсу, это зарегистрированный вид спорта, а бразильское джиу-джитсу, это просто как название, да, организация, где, там, скажем, мы собираемся по своим интересам. Это только в России? Я думаю, да, нет, это, я думаю, что это везде, нет такого вида спорта, как, вот, бразильское джиу-джитсу, его, его еще не создали, я думаю, скоро будет. А почему джиу-джитсу до сих пор нету в олимпийском виде спорта? Вот, как ты думаешь? Ну, вообще бы было очень круто, я, на самом деле, с детства вот выступаю, да, сейчас я, там, конечно, уже не так выступаю, как раньше, но у меня мечта, чтобы, все-таки, да, когда-нибудь, именно спортивное наше джиу-джитсу, да, войдет именно в олимпийский комитет и будут проводиться олимпийские игры. А что-то делается для этого? Это делается, очень много делается, да, опять же, при поддержке, скажем, да, арабов, где они проводят, вот, последние, скажем, годы, да, по-моему, даже с 2018-го, если я не ошибаюсь, проводятся чемпионаты мира и первенства мира, да, среди, там, спортсменов до 21-го, 18-ти лет, и там просто такой уровень именно проведения, организации, соревнований, такой праздник масштабный они устраивают, и это, опять же, там, и при поддержке, там, да, каких-то, там, государства, там, самого, они очень заинтересованы в том, чтобы именно джиу-джитсу попала именно в олимпийский комитет, то есть там постоянно бах, да, выступает, там, ну, приезжает, как гость, там, всегда смотрит, и я думаю, что, ну, не за горами. Не за горами, да, надеюсь. Это круто, потому что, ну, если рассуждать, то джиу-джитсу, мне кажется, сейчас намного популярнее, чем джиу-до и остальные виды борьбы. Ну, джиу-до, она никогда не уйдет, потому что это понятно, это не уйдет, но у людей есть альтернатива к тому, что, да, есть вот... Ну, мне кажется, что, как будто бы эти люди, которые вот джиу-джиу-джиу-до, которых старых, вот... Ну, да, они не хотят развиваться, да, 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 я согласен. Так, вернемся к спортивному направлению, у меня пару вопросиков еще. Есть три направления. Это ката-файтинг, это... Нет, это ката-парная. Ката-парная, файтинг, это бои, да, скажем, бои их назовем, вот, и раздел весовая категория, там, ну, как называется, да, борьба лежа. Ну, то есть наваза. Да. Да, то есть вот... Вот немножко подробнее об этих трех... Значит, по направлению бои, это такая, да, скажем, универсальный такой вид, вид программы, да, где спортсмен должен быть развит во всех, скажем, трех направлениях. То есть начинается с ударной техники, ну, есть только там ряд ограничений, да, то есть у нас нет такого, чтобы соперника попытаться нокаутировать, там, как в ММА, там, или там в рукопашном бою, да, вот, то есть, скажем, лайт такой контакт, да, по ударной технике, после чего они должны перейти в борьбу, то есть захват, захват и удары запрещены, и начинается уже вторая часть, это демонстрация уже бросков, там, различных, да, сведений в партр. После чего в партре, это третья часть, идет борьба уже неспосредственно в партре, и также удушающие, болевые приемы, удержания. И цель сводится к тому, чтобы участники, да, спортсмены, они должны быть развиты во всех этих трех направлениях, да, то есть именно уметь драться, уметь бороться и в партре. То есть, чтобы выиграть досрочно, чисто, да, чистая победа, нужно набрать ипон в первой части, во второй и в третьей. А если просто нокаут? Нет, если нокаут он может быть, если это запрещенное действие, которое привело к нокауту, то это дисквалификация спортсмена. Подожди, запрещенное, а если взрослые, по-взрослым, то есть... Все равно, даже если по-взрослым, допустим, бывает ситуация, удар в лицо, например, да, сильный, там, удар в лицо, то есть удары именно в область лица, они запрещены, если, скажем, как в боксе, да, там, идет сильный удар, и человек теряет от этого удара сознание, да, это дисквал. Дисквалификация. Да. Понял. Нет, про теперь Неваза, да, по Неваза, разделу Неваза борьба лежа, это, скажем, ну, из бразильского, да, джиу-джитсу, именно вот сейчас спортивное направление борьба лежа, где такая же, в принципе, борьба, только без ударной техники, люди не наносят себе увечья в виде ударов, они переходят сразу в захват, и, ну, большая часть, конечно, схватки проходит именно лежа, то есть там, да, нужно заставить своего соперника сдаться от каких-то заломов. Ну, там часто люди просто садятся сразу и... Поэтому я выучил бразильскую джиу-джитсу. Залезай на меня и приготовься к смерти. Ну, да, 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 ну, вот бывает понятно, что в чем сама, как бы, красота, да, именно джиу-джитсу в том, что ты должен быть универсальным. Если ты файдинги чего-то не будешь делать, да, вот, например, бросать не будешь, а будешь только драться, то сразу, как бы, тебе подберут ключики, да, тебя там, бросят, там, сделают, там, болевой. То же самое в Невазе, например, если они оба сядут на задницу, да, и не будет никаких действий, это тоже со стороны будет некрасиво выглядеть. Поэтому интересно тогда, когда они что-то делают, да, такая динамичная борьба, то есть там смотришь, как ураган, да, они там начинают крутиться, вертеться, и это вызывает восхищение, когда один там или кто-то там другой выходит, например, там за спину, да, там какие-то техники показывают интересные. И, соответственно, сводится к тому, чтобы человек сдался. Вот, а катапарная, это тоже интересный вид программы. Они очень шумные. Ну да, ну там они кричат, так же, это демонстрация техники. То есть это, как бы, спортсмены, которые выходят и, как бы, заранее готовят свои техники, и они показывают их от определенных, опять же, комбинаций. Престиж первого места в Невазе, в файтинге и вот в этом треке. Катапарная. Катапарная. Есть какой-то? Или это равноценный? Я считаю, вот, как я как тренер, да, я как сам спортсмен, который выступал и в файтинге, и в Невазе, и в Ката. Я выполнил, даже выполнил норматив мастера спорта по этой программе. И хочу сказать, ну, зная о том, как готовятся эти спортсмены, которые именно в Ката, да, со стороны, конечно, там простому, как бы, тренеру или, там, спортсмену мы смотрим, там, да, многие, там, хихикуют, там, и так далее. На самом деле, это очень тяжелый труд, такой же, как, ну, я не знаю, в Невазе готовятся, да, там, часами выполняя какие-то техники. То же самое здесь. Они за тренировку делают, там, порядка, там, 300, там, 500 бросков за тренировку. То есть это же все должно быть быстро, динамично, плюс удары. И, ну, реально, это не так просто, как кажется. То есть если, ну, понимать, что это такое, это действительно круто. И поэтому нет разницы, кто в Ката выигрывает, там, например, да, первое место занимает. Это так же престижно, потому что это те люди, которые к этому готовятся. В Невазе выиграть Россию, там, или мир, конечно, это тоже круто, престижно. Ну, и так же, как и в файтинге, кто-то выступает. Короче, смеются те, кто не пробовал, не знает, что это такое. Ну, кто не понимает, ну, конечно, да это уж просто сказать, там, да, ну, какая-то хрень какая-то. Ну, неинтересно. Нет, это реально зрелищно. Тем более, если посмотреть, как выполняют техники, например, на чемпионатах мира, ну, там просто космос. Там просто космос, и это реально, как, такой, как бы, боевик такой. Я себе найду, подставлю, по-моему, моменту. Сегодня у нас был судейский семинар, ты приехал, учил тут от малого до велика ребят. Сделал, это как оценивается? Нет, смотря, какой возраст опять. Ну, условно, старший ребят. Нет, старший, нет, это все отлично, все нормально. Ну, опять же, это если он сделал это вот один раз, вот сделал в схватке, сейчас, да, ему второй раз не дадут сделать. Вообще, перспектива судьи в России и вообще в нашем, ну, джиу-джитсу, какие перспективы в этом? Давай, давай, нет, отвечай, расскажи. Ну, я так скажу, я 10 лет судил, да, официальные соревнования, ну, по официальному виду спорта джиу-джитсу. К сожалению, там заработная плата судьи, да, она очень мала. И поэтому, если я как тренер, который готовлю спортсменов, да, и я привожу их на, допустим, уже серьезные такие соревнования, как первенство России, да. Раньше я и судил, и, естественно, как тренер не помогал, да, не секундировал, ничего, у меня дети сами по себе, можно сказать, там выступали. Ну, да, было бы странно, если бы это было. Да, 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 да. И я принял такое решение, что вот именно когда выступают мои дети, я не сужу, я лучше оплачу штраф, да, там, ну, плюс, там, ну, естественно, команда в Московске. Ты пообязан? Да, если отсутствие судьи, у нас должно быть, допустим, там, от одного до трех человек в команде, если там один судья. Если чуть больше спортсмена в команде, то два судьи, ну, и так далее. То есть, если у нас не хватает судей от Московской области, то мы платим штраф коллективный от команды, вот. Большой? Ну, там, по-моему, сейчас 8 тысяч вот был, вот. Ну, вернемся к твоему вопросу. Допустим, полторы тысячи рублей в день за судейство, ты должен целый день отстоять, отсудить, и ты, соответственно, не помогаешь своим спортсменам. Ты даже не можешь отстоять, да, потому что ты, как судья, не имеешь, как бы, права к другим судьям, ну, апеллировать, да, там, за то, что ты, они, там, какую-то ошибку сделали. Ну, потому что так вот так сказали, приняли, что судьями нельзя между собой в диалог вступать. То есть, такое есть выражение, без комментариев. Почему нифига не платят? Сейчас, подожди. А то, что вот, ну, не платят, да, это единственное, это такая, как бы, ну, я не знаю, да, к чему. Ну, потому что у меня есть опыт судейства, допустим, в других организациях, коммерческих, допустим, вот, турниры проводятся по организации ACB, да, очень классные вот турниры, да, я уже говорил до этого, в разных городах нашей страны. Сейчас недавно проходил чемпионат мира, да, в Санкт-Петербурге, 6 дней этот был форум в огромном, красивом, там, в этом павильоне. Судьи были все обеспечены проживанием в хорошем отеле, то есть, я как судья не платил ни копейки за это, да, я был обеспечен питанием, формой, да, экипировкой, то есть, там, ну, джинсы, понятно, там, мои, поло, и выдается на каждый день. И плюс, каждый день оплачивается 10 тысяч рублей. Естественно, сравнивать, если такое, да, отношение, как к судье, естественно, у тебя не хочется потом судить официальное даже соревнование, потому что ты понимаешь, да, соотношение заработной платы. Мы все кушать хотим. Конечно, конечно, а тут получается, просто тебе дают, там, на то же питание, как бы, да, там, вот эти полторы тысячи, и просто, ну, ты понимаешь, что ты не хочешь этим заниматься, потому что у тебя есть там, да, возможность, где к тебе относятся, да, по-хорошему, по-человечески. И ценят твой труд, да. И, к сожалению, вот так официальные, как бы, соревнования, вот эти, да, там, вот этот. Но если ты, подожди сейчас, если ты раз не появился на соревнованиях официальных, которые ты платишь штраф второй раз, третий, тебя могут дискомфицировать? Ну, как судью, да, я обязан судить. И ты после этого можешь судить коммерчески, или ты, типа, теряешь название судей? Нет, смотри, смотри, коммерческие, как бы, вот, организации, судьи, там, это, как бы, все уже судьи очень опытные, да, как бы, и все, ну, четко знают, как бы, свою вот эту, такую, значимость своей работы, как бы, стараются, ну, не косячить, там, конечно, есть такие моменты, спорные моменты, без них никуда, да, это же мы же люди, мы можем ошибаться. Ну, там есть система просмотров, там, обращение к судьям, там, да, можем посмотреть на видеопросмотре, да, свои, там, ошибки, и их исправить. А то про официальные соревнования, я, если, например, не сужу соревнования, любые соревнования официальные, не сужу два года, то я выбываю из коллегии судей. А, вот так. И мне заново нужно сдавать экзамен, чтобы попасть в эту коллегию судей и судить соревнования, вот эти официальные. Понятно. Ну, ладно, с грустного хочу на веселое, если вспомнишь, есть какая-то смешная ситуация, связанная с судействием, вообще, на соревнованиях, что произошло, вот такое прям вспоминается, что хорошо. Я считаю, что у нас самые, ну, соревнования, это всегда какое-то, знаешь, что-то новое, да, это каждая такая, как бы отдельная история, да, как отдельная история, где уже можно, на самом деле, очень много написать видосов. Ну, я расскажу, ладно, одну историю, у меня есть друг, что, назвать его или оставим его? А, как хочешь, если что, запикаем. Ладно, давай тогда запикаем, да, я тогда не буду говорить, кто это, значит, мы были в Германии на чемпионате Европы, и там выступали спортсмены и до 18, до 16, и был открытый чемпионат Германии. И, значит, в ходе поединков, там, да, у меня ребята уже отбились, один стал бронзовым призером, а один спортсмен вошел в Романского-Алыгин, он вошел в финал и в файтинге, и в Невазе. Ну, и я радовался, там, на эмоциях такой, да, там все, и мой друг, там, тренер с Воскресенска, вот, он, значит, подходит и говорит, Антоха, пойдем, победуем. Я говорю, ну, пойдем, а он, как бы, ну, летчик любит пиво пить, да, спиртные напитки не пьет, а любит пиво пить, да, и подходит, ну, это жидкий хлеб называется, и подходит, говорит, давайте мне вот пиво, там, ну, в Германии, как-то не попить пиво, да, мы взяли пару хот-догов с ним, нам пару бокалов пива, выпиваем, он такой, говорит, блин, слушай, тверские, говорит, ребята, приехали на микроавтобусе, на Польсвагене, я говорю, что, надо помочь, мне, говорит, эта баклажка, вот эта 25 литров, там, по-моему, взять, короче, и к ним загрузить, кегу, да, кегу, пивную кегу, да, загрузим сейчас, а потом в Твери у них заберем, я говорю, ты что, говорю, как это сделать, ты что, говорю, да ладно, сейчас что-нибудь придумаем, я говорю, я тебе не помогу, у меня сейчас финал, я говорю, я не уйду, я сижу, значит, за своим спортсменом, чтобы ты понимал, это был стадион футбольный, шальки 0,4, это огромная арена на стадионе, застелена татами, там, да, там и так далее, и такая картина, значит, он, он, значит, берет, берет эту кегу, и ногой вот так начинает толкать от одного его точка, края, до другого стадиона, до выхода, где Польсваген, и ногой вот так толкает, 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 и я смотрю на это, ну, и понимаю, что он до середины уже поля футбольного докатил эту кегу, и дальше там, ну, катит, через поле, через поле, то есть за татами, вот, я такой сижу, я такой, ну, нафиг, я говорю, что, реально, и он катит, катит, и там увидели, это, сюрды, они подбегают к нему, мол, типа, говорят, типа, ты что там, ты что делаешь, туда-сюда, ну, он такой, типа, извините, разворачивается, и уходит, ну, и, естественно, не катает, они уже дальше эти сюрды сами докатывают, И когда он возвращается, я говорю, ты чё, говорю, да чё, чё, посмотри, вот увидели, чё не могли раньше увидеть, я хотел уже, чуть-чуть оставалось, буквально уже загрузил, я говорю, ну ты вообще кадр надаешь. А он её воровал, что ли? Да, конечно, он халяву бесплатно хотел, у государства взять немножко, это не воровство, а делёжка. Я понял, понял. Ладно, и последний короткий вопрос, сила или техника? Техника. Спасибо. Спасибо.